Объяснительные в школе. Ребенок несовершеннолетний, они пишут объяснительные буквально с начальной школы. Для чего нужны эти объяснительные и какие последствия они будут иметь? Страшно их заполнять или не страшно вообще? Что это такое? Что за феномен такой? Лично я, сразу скажу, не сталкивался с тем, чтобы объяснительно отбирали детей у моих клиентов. Такие факты имеют место быть, как я понимаю, да, с ваших слов, то есть поступают такие обращения? Да, конечно, поступают обращения и есть озабоченность, не озабоченность, а беспокоенность у родителей. Что это, к чему это, чем это обернется? Ведь если накопить пачку объяснительных, то потом скажут, посмотрите, какой халюган у вас ребенок. А с другой стороны, у ребенка то, что он подпишет свою фамилию, разве это доказательство, что было составлено объяснительной или что он урок прогулял? Вот как это вообще можно оценить? У школьников, да, получается, требуют? Да, 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 у детей. Вообще, объяснительную может писать лицо, обладающее полностью дееспособностью, то есть с 18 лет. Есть норма в кодексе о браке и семье, указывающая на то, что ребенок вправе выражать свое мнение с 10 лет и быть заслушанным в любом судебном или административном разбирательстве. Что учет, ну, вправе ребенок выражать свое мнение при решении вопросов в семье, его касающихся. Но именно право подписи на документах, оно, конечно, возникает с наступлением совершеннолетия, с наступлением дееспособности. С 16 лет возникает частичная дееспособность и мелкие, скажем так, правоотношения вступать. Ребенок, достигший 16 лет, тоже имеет право совершать мелкие сделки. В принципе, можно границу возраста определить, когда ребенок имеет право подписывать документы с 16 лет. Меня слышно, да? Да, Бибут, говорите. У нас эфир зависает, просто немножко картинка отстает, я пытаюсь сориентироваться. Поэтому, если это школьники, не достигшие 16 лет, то неправомерно отбирать объяснительного ребенка, потому что есть родитель или другой законный представитель, который за него осуществляет все юридические действия, в том числе реализует право подписи на документах, будь то объяснительный или другой документ, заявление, жалоба. Но сейчас тенденция, да, мы наблюдаем, такая, чтобы помимо существующего права детей, вот так сказать, приучать, прививать им способность действовать без родителей, осуществлять юридически значимые действия без родительской, скажем так, опеки представительства родительского. Это неправильно, это незаконно. И вообще, конечно, лучше стараться устно эти вопросы решать, если в школе такая ситуация возникла. Конечно, ребенок должен, наверное, быть проинструктированным родителями дома о том, что необходимо сразу сообщать родителям о любой ситуации, внештатной, которая случается в школе, в учебном заведении, и чтобы родитель, как законный представитель, сам включался в разрешение этой ситуации, этой проблемы. Потому что к второй части вашего вопроса, обращаясь о том, что как может быть использовано объяснительное, ну, это документ, то есть, как говорится, что написано пером не вырубишь и топором, и он будет находиться там постоянно в личном деле учащегося. И когда формируются какие-то характеристики, справки с места учебы, соответственно, специалист, заучно-воспитатель на работе, он будет обращаться к этому личному делу учащегося для того, чтобы составить на него характеристику соответствующую. Объяснительно она сама по себе уже звучит, так как человек находится в оправдательной позиции, то есть он, ну, как бы под каким-то углом обвинения находится. Поэтому я рекомендую, вот, во-первых, как сказал, в устном формате все проводить. Нигде не спешить, не торопиться ставить подписи, ребенка проинструктировать. И даже родителю, когда станет об этом известно, тоже не торопиться с объяснительными. Может, ситуация требует наоборот как раз-таки заявления или жалобы, да, чтобы родитель подал. Меня слышно, да, Анастасия? Бегут, прекрасно слышно, прекрасно. Ну, замечательно. Просто у меня зависает картинка, у меня создается впечатление, как будто эфир подвисает. Вот таким образом лучше действовать. Конечно, ситуации разные бывают. Бывают ситуации, которые требуют объяснения. И надо в таком случае, ну, вообще объяснение, это объяснительное, это право, это не обязанность. Даже родитель, если ситуация требует объяснения, в принципе, он может отказаться давать это письменное объяснение и остаться в устном формате. В устном формате никто не обяжет, нет такой обязанности давать письменную, объяснительную, в школе тем более. Так как это не регламентировано каким-то у нас процессуальным законодательством. То есть есть другие кодексы, там уголовное, административное, процедурно-процессуальное, кодекс об административном правонарушении. Но это другие отрасли права, скажем так, они здесь не касаются этих вопросов, поэтому вообще, в принципе, можно не давать объяснение. С учетом того, наперед понимая, что это там на всю жизнь останется. И вот как вы говорили, что, допустим, если ребенок хулиганистый, ну да, они есть хорошо, конечно, нужно как-то, значит, этот вопрос воспитания разрешать. Ну, объяснительно, да, может там пятном остаться на всю жизнь, потому что, как я говорил, мало того, что это формируются характеристики оттуда, с личного дела, на учащегося справки. Существуют комиссии по делам несовершеннолетних, и вот как раз в тех делах, когда вопрос, если через призму смотреть, станет там ограничение родительских прав, или, не дай бог, там лишение родительских прав, в первую очередь туда будут заглядывать, что там написано, да. И вот эти собственные объяснительные, которые под эмоциями могут быть даны или под давлением и так далее, они могут как раз сослужить плохую службу против ребенка, против его родителей, законных представителей. Потому что в суде это тоже рассматривается. Ну, во-первых, это рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних, и документальные факты, они уже не обсуждаются, потому что там есть подпись, против них никак не возразишь уже. Это уже однозначное доказательство, скажем так, которое будет, может, использовано против самого ребенка, против родителей. Ну, это если родители пишут объяснительную, или старшеклассники после 16 лет. А если это пишет ребенок в 7, в 10 лет, в 12, то даже на комиссии по делам несовершеннолетних она не будет веса иметь. Правильно? Или все-таки ее могут потом притянуть за уши? Ну, у нас на практике могут. То есть мы же наблюдаем, что то, что буквально написано в законе, у нас не всегда прям четко буква в букву соблюдается в дух и в смысл этого написанного предложения, статьи, нормы и так далее. Бывают и кривотолки. Ну, вот, допустим, я упоминал норму о том, что ребенок с 10 лет имеет право выражать мнение и могут притянуть за уши, потому что, ну, вот, есть все-таки такое выражение мнения у ребенка в письменной форме. Я говорю о том, что обосновать свой отказ от объяснения ребенок, родитель может тем, что, во-первых, ребенок не наделен такими полномочиями, не имеет еще статуса полной дееспособности. Но если уж это произойдет, оно все-таки там останется, и я сомневаюсь, что этот факт не будут использовать против родителей, ссылаясь на то, что там ребенок еще не дееспособный. Тем не менее, это будет использоваться, будут подключаться, ну, вот, в судебных заседаниях по делам об ограничении родительских прав, допустим, дети, которые достигли 10-летнего возраста, они приглашаются в присутствии психолога, опрашиваются и дают там показания. Поэтому это тоже может быть учитываться. Поэтому лучше ситуацию предвосхитить, чем потом пытаться опровергнуть, опровергнуть, понимаете, да? Ну, если уж такое случилось, ребенок легко же ввести в заблуждение, да, или как-то его мнение сформировать, чтобы он нужные слова написал. Если такое случилось, допустим, то таким же образом, как говорится, клин клином вышибает, ребенок может потом, когда более осознанно ситуацию с родителями согласовав, да, увидев, поняв, осознав, он может написать отзыв этой объяснительной, что это объяснительная, там, дано под давлением, вынужденно, там, под состоянием введения в заблуждение и так далее и тому подобное. И также, собственно, ручно, чтобы уравновесить этот баланс, так сказать, аннулировать предыдущую объяснительную, ну, чтобы потом не было разговоров, что там, допустим, вот есть это объяснительное, а другой точки зрения от ребенка в деле нету. И вот надо, чтобы она туда закрыла эту объяснительную, следующая форма обращения, там, заявление или жалоба, вот таким образом, либо повторное уже объяснительное, если такое уж произошло. Получается, объяснительное, это мы признаем вину, если мы ее пишем и ставим подпись. Это против нас доказательств? Обычно, да? Обычно, так, да, само вот это вот название, заглавие объяснительное, но не всегда. От обстоятельств зависит, от ситуации. Бывает, что человек может так объяснительно написать, что, ну, из ситуации, да, то, как там, что произошло, что как раз это так. Его, может быть, обнаруживают пострадавшей стороной, вот, или, там, ну, я не знаю, свидетелем. Ну, в общем, не обязательно она обвинительная, может быть. Не обязательно она может быть фактором того, что человек берет на себя вину. Бибут, и еще один вопрос, чисто практический. Поскольку вот эти объяснительные пишут по всяким пустякам. Допустим, класс сбежал с физры, и всех вот этих бегунов заставляют теперь писать объяснительную. И там осталось, например, три девочки-отличницы. Вот они молодцы, они объяснительные пишут, весь класс пишут. Вот ребенку сложно будет сказать родителям, что, ну, поставить их в известность, как вы предлагаете. Мама, я сбежал, да, это, вряд ли он на такое пойдет, ему легче написать объяснительную. Вот, что бы вы посоветовали в такой ситуации? Что бы посоветовать в этой ситуации? Я бы посоветовал все-таки родителям с ребенком наладить контакт тесный, доверительный. И объяснить, что родитель всегда будет на стороне своего ребенка, чтобы не случилось. Ну, уж тем более, такие мелкие неурядицы. Поэтому, в первую очередь, чтобы ребенок всю информацию, ну, какие в школе вот нестандартные ситуации, требования. Что бы ни вызвало, какая бы ситуация ни вызвала требования от ребенка объяснительную, чтобы он сначала посоветовался с родителем. Вот, это надо предвосхитить таким образом. Вообще, ну, есть положение о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденное правительством Республики Казахстан. Меня слышно, да, Мастер? Слышно, Библи. Вот слышно, прекрасно. Говорите. Там одной из функций комиссии как раз есть рассмотрение вопросов о непосещении учащимися учебного заведения, школ. И вот эти объяснительные, они тоже могут, да, быть одним из факторов вынесения вопроса на комиссию по делам несовершеннолетних. А она как раз-таки является трамплином к вопросу о применении к родителям санкции в виде административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей либо передачи дела в суд на рассмотрение вопроса об ограничении родительских прав. Поэтому, вроде как бы мелочь, но если вот так вот так под нас оберется, это может быть являться таким очень в итоге серьезным последствием. Понятно. То есть ребенка инструктируем, что направо и налево подписи не ставим, объяснительные не пишем, каждое слово может использовано против вас, поэтому контролируй то, что пишешь. Вот такой общий ответ. Да, как говорится, молчание золота в этой ситуации. С учетом наступающих тенденций ювенальных, раньше, конечно, можно было не бояться. В мое школьное время вообще проблем в этом отношении не было. Но сейчас времена меняются. Я даже по судебной практике это наблюдаю. Да, к сожалению. Давайте сегодня не будем затягивать эфир у всех предновогоднее настроение. Всех наступающим. Либо я вас благодарю. Увидимся тогда в следующем году. Дай Бог. Вас тоже, Анастасия. До свидания. До свидания. Всем доброй ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok